Все спектакли сыграны, мастер-классы проведены, оценки выставлены. Впереди остается лишь главная интрига, чей спектакль жюри признает лучшим. Я не знаю, кто из вас станет в будущем. Кто-то инженером, кто-то педагогом, кто-то режиссером, кто-то актером. Но тот огонь творчества, который горит у вас сейчас в груди, я надеюсь, будет гореть всю жизнь. И именно он будет помогать вам во всех нелегких ситуациях, которые будут в вашей жизни. Первыми на сцену поднимаются участники конкурса художественного слова. А это почти половина всех ребят. Победителей в этой номинации несколько. Одним из них стал Михаил Малков из Екатеринбургской театральной студии «Планета-811». Жюри начинающий актер покорил стихотворением Осипа Мандельштама. Звук осторожный и глухой, плода сорвавшегося с древа, среди немолчного напева глубокой тишины лесной. Это самовыражение пришло через мою маму. Она у меня режиссер, руководитель нашей группы. Театр – это не что-то такое далекое, где там сцена, там люди играют, а вот она идет прямо вот, можно сказать, с колыбели. После именных наград за лучшие роли и удачные актерские находки, жюри называют лучшие постановки. В младшей группе это спектакли «Мы, Марионок» молодежного театра «Браво» из Новосибирска и «Ох уж этот Дениска» зареченской театральной студии «Орликин». Высокой оценки экспертов удостоился и другой коллектив – детский музыкальный театр «Зазеркалье», также представляющий наш город на фестивале. Их постановка с таинственным названием «Рарака» стала одним из победителей во взрослой группе. Мы не ожидали, что мы получим первое место. Мы были очень рады. И наша девочка Юлия Урванцова получила тоже за роль Лариски награду. Мне очень понравился этот фестиваль, запомнился. Мастер-классы очень интересные были, очень интересные спектакли и очень добрые люди. Хорошо, что есть на свете. Театр переиграют дети. Театр переиграем мы! Я считаю, мы не проиграли. Мы замечательно выступили и принесли счастье и веселье народу. О том, что фестиваль удался, говорят и его организаторы. Все отмечают это, приезжают, говорят, что и город, и фестиваль, он производит неизгладимое впечатление тем, что он действительно очень семейный, он очень теплый. В нем царит дружба, любовь и творчество. И это замечательно. А как насчет планов на будущий фестиваль? Какую-то завесу тайны нам приоткроете? Ну и у нас следующий фестиваль – это юбилейный фестиваль. Это будет пятый фестиваль. И город Заречный готов нас вновь принять. Четвертый фестиваль творческих мастерских театральной витражи завершился. Сейчас участники делают общую фотографию на память, а потом разъедутся по своим городам. Но это не значит, что на этом их любовь к театру закончена. Уже через год они вновь соберутся вместе и докажут, что любовь к театру – это навсегда. Алина Филиппова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».